Всем привет! Привет! Сегодня хотела рассказать про подстилку про нашу, потому что у меня поступил запрос такой на показать, рассказать, что мы делаем с подстилкой, как мы ее застилаем и что потом мы с ней делаем, ну как, утилизируем ее. Хочу сказать, что подстилка у нас использованная, не пропадает даром, у нас огород удобрен весь этой подстилкой, хорошие очень результаты показала. Ну вот сейчас как раз мне нужно будет пересаживать бролеров, и я вам покажу, ну там нужно застелить пол, и я вам покажу, как я это делаю. Я еще раз напоминаю, что в качестве подстилки мы используем опилку мелкую, вот. Для бролеров мы подстилку меняем, ну после каждого, как говорится, после каждой партии, потому что, ну бролера, от бролеров очень много продуктов жизнедеятельности остается. А курам основным мы подстилку меняем один раз в год. Вот я сейчас осенью ее засыплю хорошим слоем, и они будут весь год до следующей осени как бы в ней ходить. Самое тут главное, подстилку нужно засыпать хорошим слоем, таким хорошим слоем толстым, прям, чтобы самому было, прям вот идешь, мягко было. Вот, тогда будет все нормально, подстилка будет работать хорошо, ну и в процессе там как бы я объясню, расскажу, что еще нужно сделать. Итак, что мы имеем? Мы имеем мешки с опилкой, вот такая вот она, меленькая. Не знаю у кого как, мы опилку на любой, на любой столярке или с опилки набираем бесплатно, потому что накапливание опилок им запрещено, как бы пожарники могут наехать на них, предписание выписать и штрафануть. Поэтому они, ну у нас, по крайней мере, рады, что мы у них ее забираем. И примерно вот этот мешок, допустим, да, вот здесь два мешка. Один мешок я сейчас высыплю к бролерам в загон, а второй мешок рассыплю по курятнику и буду сейчас это все показывать. Вот сюда мы будем сейчас переселять бролеров и вот сюда я сейчас засыплю еще опилки. Ну здесь как бы есть, ну тут курочки сидели, здесь ее сухенько и тонкий слой как бы. Сейчас я засыплю сюда, покажу. Итак, вот я сюда высыпала целый мешок опилки. Это здесь примерно загончик, ну метра два на где-то метр пятьдесят, вот такой вот. Ну и то я смотрю, что это маловато. Но на первое время им хватит, это для бролеров я делаю подстилку. На первое время им хватит на недельку где-то, потом придется еще подсыпать. Главный нюанс этой подстилки то, что ну нужно смотреть по состоянию и ежедневно, вот я по утрам, когда их кормлю, ежедневно ее ворошить, там взъерошивать, чтобы она не была, ну не утрамбовывалась как асфальт. Тем более бролера такие дела делают, что потом ее кусками, ну как бы если вовремя не взрыхлешь ее, она потом будет кусками, эта подстилка, значит. Вот, и тогда эта подстилка будет всегда сухая. То есть вы когда ее взъерошите, ну как бы, там видно под низом сухая опилка сохраняется. Что касается основного курятника, значит, ну сюда я подсыпала свеженькой, но здесь еще у меня на зиму я не засыпаю. Значит, когда я буду засыпать на зиму, я сюда высыплю примерно еще мешка три. Мешка три, чтобы было хорошим слоем. Разровняю ее и пролью препаратом, любым препаратом для компостирования. Я раньше проливала всегда байкалом, ну как бы нормально было все. Пролила, взъерошила. Взъерошивать нужно каждый день примерно дней, дня три-четыре, ну можно пять дней. Все, дальше куры сами все сделают и плюс они роются, куры, и все как бы будет хорошо. Вот я еще здесь сделала, надо будет рассыпать. Короче говоря, вот такое. Еще нужно иметь в виду, что вот я сейчас насыплю, да, и это им будет до следующего года. Ничего я больше с этим делать не буду. Ну, буду только рыхлить иногда и все. Значит, нужно иметь в виду, что подстилка за время своего нахождения в курятнике, то есть количество подстилки увеличивается в три-четыре раза. То есть, если вы высыпали, вот если я вот сюда высыпала мешок, опилки, да, то по истечению отработанного времени, какого я задумала, ну вот здесь месяц, да, здесь год, опилка увеличивается в три-четыре раза. С одного мешка ты, опилки, ты уберешь четыре мешка уже подстилки. Значит, по истечении года, находящейся в подстилках, в курятнике, полностью, ну, опилка все это полностью перепревается с пометом с куриным. То есть, ну, нужно судить как. Значит, при разложении, да, опилки очень сильно потребляют азот. Да, то есть, если в землю кинуть пустые опилки, значит, земля, они высосут из земли азот. В то же время, в то же время, птичий помет, это что у нас? Это богатое азотом, ну, аммиак, да, мы знаем, что заходишь в курятник, если сыро пахнет аммиаком. То есть, это чистый азот. Соответственно, опилки, перемешанные с пометом, друг друга, ну, как, нейтрализуют. То есть, опилкам нужно азот, а азот в избытке содержится в помете. Они друг друга нейтрализуют и очень хорошо усваивают друг друга. Соответственно, в течение года эта подстилка становится полностью пригодная для использования на участке, на своем, да. То есть, в прошлом году мы засыпали полностью подстилку в теплицу. Вот сейчас там у меня все кишит и буйствует, так сказать. В позапрошлом году мы полностью удобрили свой огород. Я вам в конце покажу, какая вырастает картошка у нас. Здесь даже сотки нет, где-то 0,9 сотки вот так. Покажу. Земля от этого становится очень рыхлая, хорошая, плодородная. Единственный нюанс, что вот я, допустим, по осени буду сейчас по земле рассыпать суперфосфат. Ну, это как бы стандартные мероприятия после любого огородного, так сказать, сезона. Вот, значит, сейчас я покажу, какая должна быть опилка, ну, по состоянию, чтобы ее можно было вносить в землю. Ну, опилка имеется в виду перегнившая уже с пометом. Вот у нас компостная куча. Это мы, то, что у нас не влезло. Значит, вот видите, какая опилка. То есть она вот такого цвета, серо-коричневого, сухая. Тут у нас как бы дождь шел, она намокла. Вот снизу я беру. Вот такая рассыпчатая, серо-коричневого цвета. Ну, перегной да перегной. Вот, вносишь ее спокойно в землю. Вот сейчас вот осенью перепахиваешь. И будет вам счастье. Так, хочу показать, какая у нас картоха выросла в земле, удобренной подстилкой. С учетом, что лето плохое дожди. С учетом, что лето было нынче плохое. Холодное. Дожди, вот картошка вся лежит, ботва вся пожухлая. Мы обычно ее обрезаем. В этом году побоялись обрезать, чтобы картошка внизу не сгнила. Поэтому она у нас с ботвой идет. Вот сейчас показываю, какая картошка. Давай. Выросла земля, в которую мы кидаем подстилку куриную. Это опилки с пометом с куриным, переплетшие. Вот такая картоха. Это розовая картошка. Вот видите, какая огромная. Вот два куста, почти ведро. Что там? Пусто. Три куста ведро. Ну нет, да, где-то тут куста будет ведро. О, это уже другой сорт. Тут вообще огромная какая-то. Ой, огромная. Вот такая ровная картошка вся. Земля после этого рыхлая. Смотрите, какая. Без комков. Без комков. И картошка поэтому растет ровненькая вся. Вон вся. Да ее видно. Вот она огромная лежит. Сколько в кусту картошки много. Ну вот, значит, что еще про подстилку я хотела сказать. Ну, в процессе ее эксплуатации, да, в зимний период, нужно смотреть все равно по состоянию. Возможно, можно еще подкинуть туда опилок. Ну, я, как правило, ничего не добавляю. То есть я сразу заполняю хороший слой. Если сразу хороший слой сделает, то как бы ничего и не надо больше добавлять. Вот я вам еще показала картошку, да, какую мы выкопали. Вот я вам могу сказать, что у нас земли примерно 0,8-0,9 сотки. Сейчас покажу. Вот наш огородик возле дома. Вот это вот все здесь была картошка. Так вот, с этого количества земли, которая у нас засыпана таким перегноем и пропахана, мы выкопали в этом году 36 ведер картошки. Картошку я вам показала. Картошка хорошая. Это при том, что нынче было плохое лето. Был у нас год, по-моему, позапрошлый, когда мы выкопали 12 мешков. То есть 12 умножить на 4 ведра, ну, как бы вот. То есть прилично у нас еще остается. Мы ее всю не успеваем съедать, картошку. То есть картошки здесь, ну, на таком перегное картошка растет отлично. Вот. Вот такие дела. В этом году мы свой перегной повезем моим родителям, потому что у них земля уже обедневшая. Родителям на дачу. Картошка, те же самые сорта, картошка в этом году у них плохая. То есть в этом году мы свой перегной им повезем. Все-таки они решили, что мы были правы. Ну, у кого какие-то есть вопросы, может быть, я не все осветила, какие-то нюансы, задавайте мне. Я постараюсь быстро на них ответить. Всем, кому было интересно и полезно, ставьте мне лайк. Подписывайтесь на меня. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok